а друзья всем привет всем доброго времени суток не знаю когда вас смотрите днем утром вечером и мы вместе с вами рассматриваем те актуальные вопросы которые в общем-то всех интересует каждый наш выпуск выбираем это самые актуальные вопросы самые животрепещущие и напоминаю что мы смотрим ситуацию прогнозируем пытаемся как-то осознать проанализировать на ближайшие там 10-14 дней конкретно сегодня мы рассматриваем ситуацию до 30 июня подпишет ли зеленский мирное соглашение или мирный договор с терапией интересная поступит ли для услуг новая а европа ну никак не может решить что же нам добавить первая карта мысли вторая карта наше чувство и третья карта будет действие и так поехали первая карта вторая карта надеюсь видно хорошо мне хорошо первая карта действий но позиции мысли интересная карта отличающие за чувство не бликует отлично и третья карта действие интересно да не просто интересно конечно же я понимаю наверное многие многие сейчас включили тревожного кабанчика напряглись что будет какой будет вердикт у нас ребят посмотрите однозначно скажу что мирного пока до 30 числа просматриваем до 30 числа я такой ситуации не вижу объясню почему мысли категорически конечно же конечно же нет по этой карте спросить да нет нет да нет ну смотри я немножко добавлю что там видишь верни пожалуйста карту там получается ситуация что двойка жезлов человек ждет издалека какой-то подсказки в руке он держит что-то нечто глобуса то есть мысль такой что даже если мысли появляются каком-то договоре да то эта карта ожидания карта выбора и она говорит о том что есть в руках вся поддержка мирового сообщества и каким-то образом скажем делать выбор в сторону какого-то мирного соглашения имея этот ресурс это как минимум странно конечно же странно а почему не странно если на него оказывают постоянное давление просто я хочу предупредить тех кто оказывает на нашего президента давление дорогие слушатели передайте им пожалуйста эта карта отвечает у меня так рвется там где тонко поэтому не давите лучше вам от этого не будет в определенный момент он просто может стать в определенную позицию и какое бы вы в дальнейшем не делали ему предложение он может его не воспринять даже предложение в котором есть рациональное зерно то есть давление может привести для тех кто дарит для тех кто дарит только худшую ситуацию поэтому на вопрос ближайшее время подпишет ли зеленский мирное соглашение включая того что мы видим ощущаем что на него дарит я вижу что подписание не как действие не осуществлено поэтому не подпишет это однозначный ответ но предостережение не давите на президента поступит ли для услуг новое оружие давайте посмотрим течение двух недель здесь я сделаю крест потому что все таки вопрос военный и хочется понимать на что нам не стоит обращать внимание да в течение двух недель конечно же очень много очень много конечно же о новом вооружении очень много надежд на новое вооружение что-то предлагают что-то не то что нам надо это не говорит о том что нам не предлагаются это не говорит о том что нам отказывают это говорит о том что не все нам подходит не все что вы нам предлагаете нам то и надо нам надо что-то более мощное и более сильное потому что то что мы имеем или то что вы предлагаете не совсем нас устраивает и поможет достижение определенных целей для того чтобы двигаться дальше то есть нам нужно оружие для наступления понимаете какая история а европа никак не может решиться молит что же нам давать блин к сожалению елки-папи вот к сожалению ребят вот ощущение такое что к сожалению то что нам надо мы пока не получим но это пока потому что после этой двойки жезлов я думаю они разродятся и дадут то что нам надо но это вот все таки мы смотрим ну короткий промежуток времени ближайшее время поэтому давайте так без иллюзий мы говорим с Владом правду и теперь правда от Влада ну смотри там вот есть момент четверка кубков карта которая была уже перед этим эта карта всегда зависание эмоционального зависания зависание каких-то предметных решений зависание каких-то договоренностей вот поэтому я думаю что мы вроде как смотрим на две недели и к сожалению да две недели идет момент ожидания но четверка кубков очень вероятно она говорит о том что до месяца то есть четыре недели да вопрос должен быть решен по крайней мере все для этого уже сложено потому что карта звезда или по-другому какой называет надежда очень хорошая основа это очень хороший фундамент для того чтобы все произошло и да королева кубков как некий символ европы старушки европы которая ну там сомневается что-то мечется немножко принимает решение где-то делает какой-то выбор особенно обратил внимание что там есть много вооружение касаемо моря касаемо именно морских морских сражений поэтому я думаю что немножко еще подождем карты в целом неплохие но расклад говорит о том что все супер ну то есть все нормально но дайте чуть-чуть созреть к сожалению мы конечно уже устали ждать но к сожалению реальность такова еще нужно подождать наступление в течение двух недель ВСУ в сторону зон которая в сторону мест вернее так да которая временно захватит временно ну я же говорил тут и гадалки не ходи реально а уже пришли понимаете я вам только что рассказал что нам и саблики то хватит да ну посмотрите это же не я рисовал это художник много столетий тому назад прорисовал уже эти саблики про которые мы говорим сегодня таки да нашим казакам как говорится только дай команду только дай вам настрой и дай возможности двигаться вперед и мы конечно же прорвались бы но понимаете какая ситуация вот только что просматривали историю по Зеленскому по оружию третий вопрос а он подвигается к тем же переговорам то есть хотят усадить за стол посмотрите как четенько да хотят усадить за стол для того чтобы все закончить так так уводит так бывает во время консультации задаешь один вопрос а немного корректирует карты своими энергиями на что больше обратите внимание то есть это так нас хотят подвести к тому что давайте этот полный пипец заканчивать потому что карта именно так и звучит я не буду выражаться лицензурно но это полный пипец наступление к сожалению такие глобальные мощные наступления не предвидятся Влад хочу услышать твое мнение и что скажут цифры да но в целом что я добавлю что действительно две карты мечей говорят о том что есть понимание есть какая-то внутренняя стратегия есть какой-то план четко здесь но десятка мечей говорит о том что действительно это может быть сейчас нецелесообразно потому что девятка кубков это как созревшая эмоциональная готовность но десятка мечей говорит о том что нет полноценного опять-таки вооружения мы к этому возвращаемся то есть мечи по факту это есть оружие да и если мы говорим о трактовке ситуации которую мы просматриваем и накладываем на нее изначальный символизм базовый символизм карт таро то мы понимаем что мечи это про войну мечи это про активные действия и так далее и мы понимаем что ближайшие две недели возможны минимальные какие-то продвижения потому что туз мечей говорит о том что какие-то продвижения как минимум будут пробоваться итак вопрос перспективы здоровья если нам позволит это увидеть путина ближайшие две недели пользуясь случаем как говорили у якубовича передаю привет семье это позиция на что рассчитывать не надо не жди ну извините да ну что ж вы сами в таком ущербном состоянии себя довели надо было зимой как говорится на печке сидеть и лапти свои греть а не к украине блин смотрите тяжелая ну все сразу шутки в сторону болезнь тяжелая болезнь заякорилась в организме она никуда не одевается она периодически проявляется как бы он не пытался поддерживать свое здоровье сколько бы денег он на это не тратил как бы он не пытался это не показывать так я не доктор но знаю немного карту таро скажу так по ощущениям болезнь засела в нем крепко десятки как учит нас влад это всегда за конец карты показывают плохое состояние здоровья причем оно плохое уже достаточно давно карта сила которая ну не всегда о плохом не всегда о хорошем она обычно проясняет то что рядом а рядом мы видим две тяжелых карты и пятерка динариев или пятерка пентаклей и десятка жезлов это про тяжелую нож и то и другое то есть пятерка пятерка говорит нам о том что болезнь давно прогрессирует причем она может даже говорить о том что это болезнь которая полгода может быть и больше или она началась активно зимой то есть когда выпал снег очень вероятно кстати об этом говорят что у него резкое ухудшение по крайней мере исследователи да журналисты говорят о том что ноябре прошлого года как раз было резкое ухудшение возможно карты как раз это подтверждают ну и конечно десятка жезлов она очень тяжелая то есть она не не является тяжелой сама по себе но карта сила вы просто вдумайтесь она утяжеляет эту карту а это обычно проблемы со спиной это обычно проблемы с очень серьезными органами это проблемы с жизневажными органами поэтому мы здесь не видим смерти как смерти ну давайте увидим откровенно многие ждут это вот но мы здесь видим резкое ухудшение вполне вероятно что ближайшие две недели эта тенденция сохранится мне очень приятно было еще раз тебя увидеть услышать и получить очень много полезной информации как нумеролога как торолога ну и как прекрасного человека спасибо спасибо тебе спасибо за нашу атмосферу друзья вам огромное благодарность за ваши вопросы мы обязательно для вас продолжим работать мы обязательно для вас еще будем выходить в эфиры я думаю что может будем планировать и прямые эфиры это будет в дальнейшем поэтому друзья обязательно верьте в себя верьте в зсу верьте в каждого из нас верьте в украину и слава украине